МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждем еще пять минут и сворачиваемся. Я тоже думаю, что уже никто не придет. Обычно такие встречи не опаздывают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РАДИОМ ПЕТЕРА ГУРАЯ МУЗЫКА РАДИОМ ПЕТЕРА ГУРАЯ МУЗЫКА ГУРАЯ ЛАКАДЮМОФИН Боюсь, поздно уже. Снайпер, товарищ майор. Дед готов. Чёрт, а! Откуда стреляли? Направление, Вадим. Похоже, откуда-то отсюда. Дед оглянулся перед выстрелом. Почему он оглянулся? Так, не паниковать. Я две пятёрки ноль. Катя! Катя, иди сюда! Господи! Чёрт! Они сейчас дом шерпить начнут. Надо. Надо уходить. Гони! Белая шестёрка. Рома, Шура, Семён, Пётр уходят по Кировскому. Ну что? Туда пошла. Давай за ним, ты со мной. Ростов, Ростов. Ответь 550-му. На связи, Ростов. Включай план перехват. Белая шестёрка, номер 675. Индекс наш. Раздевайтесь. Что? Что вы делаете? Господи, этого ещё не хватало. Раздевайтесь быстрей! Я скажу, что у нас свидание. Раздевайтесь! Быстрей. Чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На связи. На чердаке дома номер 4 по Кировскому проспекту обнаружена винтовка СВД с оптики. Во дворе труп с пулевой раной в виске. Как понял, прием. Понял, две пятерки пятой. Оставайся на месте, жди криминалиста и следака. Белые жегули, прижмитесь к обочине. Белая шестерка, остановитесь. Говодитель машины 625, приказываю остановиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Андрей, ты как здесь? Витек, здорово. А ты что здесь делаешь? Да у нас тут мероприятие одно. Витя, ты меня прости, я здесь с тёлкой. Вась, проверь комнату. Извини, работа такая. Витя, подожди. Витя, ну ладно. Старик, ты извини, я комнату всё-таки гляну. Андрюша, а чё за дела? Это кто такие? Малыш, не волнуйся, это... Это друзья мои. Какие друзья? Мы так не договаривались. Не поняла? Бред какой-то. Извините, девушка. Не лапай. Витя, чё случилось-то, а? На тебе лица нет? А, шефу сам позвонишь, если сочтёт возможным, расскажет. Извини, что кайф тебе обломал. Да ладно, всяко бывает. Слушай, Витя, у меня к тебе просьба. Я всё-таки в городе наведу. Мне все эти лишние разговоры ни к чему. Витя, там всё чисто. Ничего не видел, ничего не слышал. Витя, меня прочитается, слышишь? Время смерти Витя, 15 часов 40 минут. Витя, меня прочитается. Витя, вственность. Глянь, что я думал, ты не знаешь? У меня каун, что ты не знаешь! Караусы, ты для тебя убралных. Витя, я что ты ждёт, что мне резко убрал. Вы были правы, Андрей. Спасибо вам. Садитесь в машину. Садитесь в машину. Садитесь в машину. Спасибо. Я закажу ужин в номер. Вы не возражаете? Приведу себя в порядок. Честно говоря, я сожрал бы сейчас быка, но состояние моих финансов никак не соответствует ценам этого заведения. Екатерина Дмитриевна. Дмитриевна. Во время проведения уличной операции сотрудниками питерского РУОПа. Я заказала вырезку, но не уверена, что она будет из БК. Спасибо. Разговаривать в наших отелях лучше при включенном источнике звука, Екатерина Дмитриевна. Старая привычка. Вот скажите, одного в толк не могу взять. Почему вы в Европе остановились? Вы что, не знали, что Говоров завсегда от этого заведения? Знала. Поэтому и остановилась. Я думала, что если у старика сорвется, тогда я сама. Понятно. Что-то в этом роде я и предполагал. Но я надеюсь, вы эти глупости из своей головы выбросили. Господи, да вы поймите, так его не взять. Вам же охрана близко к нему даже подойти не даст. Пропадете ни за что. Да поймите вы меня тоже. Я обещала, я слово дала. Кому? Самой себе. Я не вижу другого выхода. Ну, предположим, другой выход он всегда есть. Иногда найти его очень сложно. Сложно. Но не невозможно. Ваша ошибка в том, что вы пошли по стандартному варианту. Вы попытались его ударить оттуда, откуда он сам всегда ждет удар. Ежечасно, ежесекундно, днем и ночью. Он к этому готов. И охрана его к этому готова. Нет, его как-то нестандартно надо брать. Вы думаете, я не пыталась? Пытались. Пытались. Но на горячую голову. А знаете, как итальянцы говорят? Месть – это такое блюдо, которое подают холодным. А вот, кажется, и блюдо холодное и горячее. Good evening. Good evening. Гриш, я чего тебя позвал-то? Гриш, я чего тебя позвал-то? Жизнь вперед пошла. Не мы меняем правила, жизнь их меняет. Вот почему и жду от вас большего. Надо завязывать жить по понятиям. И начинать жить по правилам. Только правила эти должны быть писаны нами же. Вон там овцы. Партнеры наши. Чудеса творят. Лядька, иди, иди. Чудеса творят. И все легально. И по правилам. Я уже не говорю о том, что половину петербургского рынка топлива держат. Об этом и правительство, и губернаторы знают. Но не раболепствуй, не раболепствуй. А того не ведают, что недавно сто лимонов зеленью в офшор на Багама отправили на черный день. А? Умно? У тебя голова есть на плечах. А мозги у Моисея твоего лавбуха. Совершенно правильные мозги. Еще по советским временам помню. По делам цеховиков. Так что головку свою напряги. Мозги Моисея расшевели. Тему жду от вас. Правильную тему. Что дрожишь? Пошли в дом. Жаль смотреть. Будет тема, Виктор Павлович. Похоже здесь. Так. Ну и? Ну-ка разберись здесь. Так, сейчас. Ух ты. А может, саперов позвать, Никит Никитич? Чертов знает, что здесь. Ничего, сами разберемся. Давай, давай. Так. Хендельсбанкен. Свиден. Из Швеции денежки, Никит Никитич. Я закрою антибиотик. Мозайты наши. Боевым офицером был. И что со всем этим добром делать будем? Деньги сдадим. А этого мы не видели. Понятно? Перчатки не забудь. Ага. Пошли. Что-нибудь еще? Спасибо. Давно мы с тобой, Дмитрий Максимович, не выпивали? Да жизнь сволочная, Аркадий. Крочешься, как Юла, целыми днями. В бизнесе выходных почти не бывает. По-мужски посидеть не с кем. Если встретишься с кем-то, все по делам. Ну, давай тогда за то, чтобы иногда все-таки посидеть можно было. Службу вспомнить. Есть что вспомнить-то? За это давай. Ну что, как служба, товарищ майор? Что в конторе? Хреново, товарищ полковник. И контора не та, и служба не в радость. Хреново. У тебя на фирме, кстати, как с вакансиями? Ну, вопрос, как ты понимаешь, на перспективу. Фирма наша, Аркадий. Так что место появиться всегда может. Был бы, как говорится, человек хороший. У нас ведь как? Каждый, кто трудится на фирму, курирует определенного клиента. С этого имеет свой процент. Процент хороший. На хлеб с маслом семье хватит. Но, сам понимаешь, добровольно, даже ради очень хорошего человека, подвинуться никто не захочет. Другое дело, если человек придет с конкретным предложением, приведет хорошего клиента. Вот такому человеку мы всегда рады. У тебя что, есть хорошее предложение? Может быть. Хорошее предложение. Good day. Can I speak with Mr. Olofsson? Just a moment. How can I introduce you? Olofsson, с кем имею честь? Добрый день, Константин. Отгадай с трех раз, кто с тобой говорит. В качестве подсказки я из Питера. Аркадий Сергеевич, это вы? Правильно, Костя. Аркадий Сергеевич Назаров это. Только не капитан, а майор теперь. Не забыл еще такого? Вас, товарищ Копей, извините, майор забудешь. Как же? А что, случилось что-нибудь? Как вы мой телефон узнали? Про телефон вопрос глупый, Костя. Все-таки надо иметь уважение к ведомству, в котором я тружусь. Это раз. А во-вторых, решил плювопытствовать, как там мой крестничек. Обустроился в мире наживы и чистогана. О чем речь пойдет, если не секрет? О коммерции будь она не ладно. Я ведь знаю, ты имеешь отношения с двумя или тремя питерскими компаниями. Имею. Ну и что? Ну так вот, по старой дружбе могу подсказать одну очень интересную для тебя тему. По какой линии? Ну, это не по телефону. Приезжай, потолкуем. Ну хорошо. Ну хорошо. Поехали. suas 사용 questions. Андрей, я тебя все-таки оставляю со своей очаровательной спутницей здесь И как мы договорились, увидимся сегодня вечером в монтажной До свидания Спасибо До свидания Я очень скучал, Катюша Я тоже, Андрей Я очень ждала твоего приезда и волновалась Твое вторжение в мою жизнь В мою личную жизнь Очень многое изменило Из этой Сытой, благополучной Швеции Все, что произошло в Питере, кажется просто кошмарным сном К сожалению, Катюша, это наша жизнь Помнишь, ты говорил мне, что для того, чтобы уничтожить Говорова, нужно иметь ясную, холодную голову Вот поэтому, давай наши с тобой отношения заморозим пока на этой точке Хорошо? Мне стало страшно после Питера А теперь мне будет страшно еще из-за тебя Плов, пожалуйста Кушайте Приятного аппетита Рахмат, Шерхан Со свиданецом, Костя Извини, что принимаю тебя за городом, но так спокойнее Служба моя, сам понимаешь Постороннего взгляда, тем более ухо не любит Будь здоров Как твой бизнес развивается? Торговля с родины Грех жаловаться, Аркасий Жень Грех жаловаться Но если честно, таможня ваша душит капитально Насчет таможни нашей наслышан Собственно, по этому поводу я пригласил тебя побеседовать Хочу тебе партнера предложить Для которого таможенная очистка не проблема И что за партнер? ТКК, ЛТД Растаможивание грузов Перевозка Декларирование Пять лет безупречной работы в порту И в пограничных таможенных терминалах И что там за люди? Не криминал, надеюсь? Наши там люди Надежные и проверенные Кто в запасе, кто в отставке Так что возможности в них, сам понимаешь, солидные Интересно Кроме того, они не только Вопросы прохождения грузов Решают Но и клиенты-реализатора порекомендовать могут Разумеется, с гарантией, со своей стороны А ваш-то какой интерес, товарищ майор В бизнесе ведь никто ничего делать не будет без своего интереса И решения никто принимать не будет Если интерес партнера прозрачным не станет Вы ж меня извините за откровенность Откровенность твоя мне по душе Поэтому отвечу откровенно Через год я выслужу свой срок Надо уходить в отставку Самое время Подготовить плацдарм для отступления Если выражаться языком военных Такого ответа тебе достаточно? Вполне Вполне Только хотелось бы знать процент ваших комиссионных По этому поводу, Константин, пока не думайте Я нахожусь на государственной службе И прав ни на какие комиссионные не имею К этому вопросу вернемся через год Субтитры создавал DimaTorzok Надо в редакцию ребятам купить какие-нибудь сувениры Послушай, я тебе потом обязательно расскажу Откуда у меня эти деньги Но они у меня есть Я тебя очень прошу Так давай сразу договоримся Мои личные расходы Это мои проблемы А вот что касается денег Давай хотя бы определим порядок цифр Суммы, которые можем использовать На подготовку операции Ну назовем ее Крах антибиотика На эту операцию я найду любые деньги А теперь спокойно Сейчас повернись и посмотри Парень в клетчатой куртке Не из твоих любительских знакомцев Тебе не показалось? Может показалось, а может быть не показалось Одно знаю точно Пока антибиотик жив и на свободе Чувствовать себя в безопасности нельзя нигде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, Константин Алексеевич Я рад, что мы нашли общий язык Смею надеяться К взаимному интересу Относительно завтрашней встречи С нашим партнером По реализации Партнер надежный, Константин На внешний вид и манера его Внимания не обращай Мода нынче в Питере Такая своеобразная Это да? Ну да Как дочка моя говорит Прикол И специфика работы Человек надежный Проверенный Бывший сотрудник милиции Работал когда-то в БХСС Очень хорошо Всегда нам приятно иметь дело с профессионалами До свидания, Дмитрий Максимович Всего наилучшего Всего наилучшего Всего наилучшего До свидания До свидания Понимаешь, чем больше я размышляю Тем чаще прихожу к выводу Что в вопросе с антибиотиком Использование стандартных шаблонных В том числе и силовых методов Ни к чему не приведут Он и его охрана ждут покушения Ежесекундно, круглосуточно И провал твоей затеи Лишнее тому подтверждение Я убеждена Что то, что произошло с Кораблевым Это чистая случайность Нужно попытаться выйти На настоящих профессионалов У меня есть на это деньги? Да нет, это не выход Поверь, очень многие готовы Заплатить большие деньги За гарантированное Устранение мешающих им людей Во-первых, найти настоящего профессионала Это очень тяжело Во-вторых, как только мы с тобой Начнем искать выход на профи Мы тут же засветимся Абсолютной тайны В таких делах не бывает Только обыватель может считать Что найти грамотного киллера Сущий пустя Поэтому прямой заказ антибиотика Это утопия Да и контрразведка У этого года Не бездействует Я не вижу другого выхода А он есть Сказано Ищите Добряще Надо искать Но тром чую, что решение всей этой задачи Лежит в сфере его бизнеса Финансовых махинаций Как легальных, так и теневых И здесь мне без твоей помощи уже не обойтись Ты же знаешь, как его интерес Год, Андрей Информации, которые я располагаю Уже год За это время много воды утекло Знаешь, отсюда со стороны Все видится лучше и острее Все жирные куски в России уже поделены Передела не будет Потому что передел Это беспредел Извини за тавтологию Этого не хочет никто Ни Говоров и с Бирюковыми Ни братья серые и белые Ни все прочие братки Я так полагаю, что в Кремле этого тоже не жаждут Так что изолировать эту дрянь по закону не удастся Его можно уничтожить только физически Посмотрим, Катюш, посмотрим Ну что, давай за твоих и за моих Которые голову свою сложили, чтобы эту гадину извести И не их это вина, что так не случилось Мело-мело по всей земле Во все пределы Свеча горела на столе Свеча горела Слышь, Константин Короче, и без базара Мы возьмем абсолюта вашего Родина у нас с тобой одна Народ в ней сильно пьющий А пьет самопальное дерьмо Так что ты давай Для родин-то, расстарайся А сколько вы сможете абсолюта реализовать? А сколько ты можешь поставить? Без базара Слышь, Константин Я через свой толчок всю вашу Швецию прогнать могу Вместе с Норвегией, Даней и Финляндией в придач Господа Если верить моим расчетам А цифры вещь упрямая Перспективы нашего сотрудничества Представляются мне Весьма многообещающими Но для принятия окончательного решения И для формирования нашего Предложения Мне необходим короткий тайм-аут Еще раз на месте все прикинуть И посоветоваться с моими компаньонами Слышь, Константин Ты не тяни Добазаривай там со своими У нас тут все бенч будет Без развода кокетков Я забазар в ответе Максимыч подтвердит Да-да Петр Андреевич Надежный Безупречный партнер Ну что ж Ждем Вашего окончательного решения Что ты думаешь? Ну Андрей Как тебе первая часть? Я Больше не буду Показывать сегодня И собственно Никому из начальства тоже Не показывал этот материал И поскольку это черновой монтаж Можно делать любые поправки Ну так сходу как-то трудно Нет, хотя одно принципиальное соображение Уже вполне сформировалось Давайте на начало Спасибо за просмотр! Хеллоу, мисс Далит Это Олафсон Рахиль, нам необходимо сегодня встретиться Речь идет о выгодном предложении Но я не могу его принять Не согласовав его с вами Вы в Стокгольме? Нет, в Петербурге Через два часа у меня самолет В Стокгольме буду Часом к восьми вечера Отлично Завтра в десять утра Давайте, вас устроят? Нет, надо бы сегодня, Рахиль Завтра я должен сообщить о принятом решении А вам для того, чтобы принять это решение Тоже понадобится какое-то время А в чем, собственно, дело? Почему такая спешка? Потому что речь идет о получении большой прибыли Если мы подписываем этот контракт Я бы не хотел говорить об этом по телефону Но открылась возможность Поставки груза не транзитом Через Финляндию и Торфяновку А напрямую через Питерский порт Со всеми вытекающими отсюда Так как Ну хорошо, давайте сегодня В десять вечера в офисе Спасибо, Рахиль До встречи Мне кажется, что ты сделал неправильно Выбросив ту часть интервью С Сашей Солдатом Где он, помнишь, говорит о том Что западные средства массовой информации Специально преподносят Россию Питер в частности Как нечто ужасное, криминальное И так далее Это, во-первых Кафе? Ваши гуд? Таки Нет, Андрей Мне кажется, что в этой части интервью Наш герой Как будто только защищает Национальные достоинства и все Я не понимаю, что в этом плохого? Плохого-то ничего Если ты очень настаиваешь на то, что Какой-то бандит защищал Твое национальные достоинства Я не против Извини Да, алло Это я Привет Привет, ты когда освободишься? Извини А когда надо? Что-нибудь случилось? Да нет, ничего Просто позвонил мой партнер из Питера И попросил о срочной встрече Я подумала, что тебе будет не безинтересно Послушать, о чем там пойдет речь А во сколько? Я встречаюсь с ним в десять У себя в офисе Могу заехать за тобой на студию в девять Чтобы мы успели переговорить до встречи Ты как? Хорошо, давай Я в девять внизу Хорошо Все, пока Пойми, я настаиваю на этом Отнюдь не из чувства Оскорбленного национального достоинства А только потому, что считаю, что он в этом прав Вот и все Ладно, я давно сдался Значит, включим и этот синхрон Андрей, если я не очень сильно ошибаюсь У тебя есть свидание С этой дамочкой Которая тебя встретила в порту, да? У нас, говорят, много будешь знать Скоро состаришься Ну, я все равно могу задавать еще один вопрос Ты можешь даже два задать Эм, Андрей Ты по-прежнему считаешь невозможно Говорить об этом Как его? Антибиотики? Об антибиотике, да Я тебе могу обещать Если случится возможность интервью Ты получше во первом Договорились Если останемся живы Хейдо 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 Ну, ладно, Андрей Значит, как-то Питера добрешься Обязательно позвони Обязательно Ну, давай Счастливо Счастливо Да, по вам, сударыни, часы Можно сверять Проблемы с парковкой, сударь Поневоле будешь пунктуально Ладно, слушай Ну, давай Значит, мой партнер Некто Олафсон Кстати, наш земляк из Питера Эмигрировал в Швецию в конце 80-х Как только появилась легальная возможность Угу Так вот, он занимается поставками водки Абсолют Каким-то нашим оптовикам Каким, мне неизвестно Потому что я в этом деле участвую только частичным финансированием В довольно ограниченных рамках Со мной в расчетах Олафсон всегда был предельно пунктуален и честен До настоящего времени Весь груз отправлялся трейлерами На пароме до Хельсинки И дальше через пограничный переход в Торфяновке на Питер Угу Сегодня Олафсон позвонил мне И сказал, что кто-то предложил ему гнать весь груз напрямую через наш порт А ты мне говорил, что у Говорова в порту есть свой интерес Да Ну вот, я хочу, чтобы ты послушал, о чем мы сейчас будем с ним говорить А? Ну давай, давай попробуем Чем черт не шутит? Все, приехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok